Название звучит глобально, это скорее вот такой акт презентации, я принес эти рукописи, что хаусная, не совсем обычная история, как большая часть из них ко мне попала, со что хаусом я общался, у меня есть и собственно его всевозможные послания, адресованные просто мне, я тоже передам в свое время, просто не успел все разобрать, а это собрание совершенно особое, это его письма, сегодня в первой порции я передаю 17 писем на 33 страницах, с исключением там одного, в основном все автографа, один с кучей ксеропопии, но подписанной все равно лично рукой, Карл Ханси, шел Харуси. Даты это примерно от 1987 по 1993, эти материалы к этим годам относятся, это практически последние годы нашей эры бумагных писем. Сейчас уже у нас таких возможностей нет, все очень быстро, сами понимаете, как общаются электроны, и вот такие сокровища уже, так сказать, нас не ожидают. И в счастье, вот за что хаус в этот момент как раз остался, и такой момент был, мы его успели захватить. Кстати, значит, да, теперь об адресате. Все эти письма адресованы Марине Чеплыгиной, молодому музыковеду, выпускнице класса Юрия Николаевича Холопова. Она написала дипломную работу, такую очень фундаментальную, там не один том, о произведениях Штокхаузена, вот она с ним списалась и неоднократно была. У него в этой деревеньке Кюртен, под Керлендом, на такой гареме, где он там живет, многие, возможно, тоже были из присутствующих когда-либо. Вот, ну, Марину сейчас саму трудно найти, я просто скажу, она отошла от изучения творчества Штокхаузена, ну, видимо, по каким-то своим, чисто духовным причинам. Вот, и как-то раз, я помню, она пришла к нам на кафедру, принесла вот большой такой вот кулёк и пакет, вернее, два разных пакета, и сказал, что вот здесь она оставляет мне все, что я ей писал Штокхаузен, и все это ей теперь не нужно, у нее в жизни другие планы, и она говорит, делай с этими материалами что хочешь. Ну, вот, ну, я помню, что Эмма Борисовна тоже знала об этом, она мне говорила, что вот эти материалы, вот эти вот, 17 письма, это большинство, это где-то 90% из того, что Марина мне принесла. Вот, Эмма Борисовна мне сказала, о, так эти, у нее такие материалы, они стоят больше 100 тысяч евро, так сказать, если нет действия. Вот, ну, мне сейчас просто, так сказать, естественно, торговать этим некогда, а, конечно, хорошо, конечно, обеспечить себе староста, так сказать, и так далее, но, я думаю, гораздо важнее, чтобы это оставалось в стенах нашей альбоматуры, она мне все-таки дороже, сами понимаете. Вот, так что, да, и, конечно, явно, очень такой был у Марины вид, когда она пришла, что она вообще пришла, как бы, прощаться вообще с прежней жизнью, с музыкоредением. Вот, ну, я думаю, поскольку она положила невероятный труд, ее рукопись, ее работы, надеюсь, что она опубликовала еще статьи, безусловно, и рукопись ее работы здесь, конечно, остается, она и в библиотеке, она и бюджетная, так сказать, навечно. И, я думаю, хорошо, это будет прекрасным, все-таки, памятью о ее прекрасных трудах, о ее самоотверженной работе, я думаю, если эти письма тоже здесь останутся, это тоже будет, в общем, факт достаточно прекрасный, перспективный для будущих исследователей. Вот, он сказал, что Марина не просто изучала Шнхгаузена, она помогала ему, как могла, помогла, помогала ему с его первым и, увы, последним концертным приездом в Россию, он начал свои концерты 23 марта, обратите внимание на число, 1990 года, это был его единственный приезд, это было в зале ДХА МГУ на Воробьевых горах, он приехал 19 марта, уехал 28 марта, а концерты, пять концертов проходили с 23 марта по 27 марта. И вот этому эпохальному событию предшествует более двух лет хлопот, переписки, в том числе и переписки, вот он в письмах упоминает Задирадского, Вселселыча Задирадского, Александра Владимировича Чайковского, вспоминает, ну и так далее. И многих других, в общем, деятелей Союза композиторов, хлопот было много, он очень во многих письмах интенсивно пытается объяснить, что такое, собственно, приезд Шнхгаузена, и он жаловался на неповоротливость в Союзе композиторов, на неповоротливость наших инстанций, но я хочу их защитить, они не виноваты, поскольку, что такое приезд Шнхгаузена, ведь многие наши, так сказать, есть у меня еще его письмо, я его тоже потом передам, письмо к Карену Суреновичу Хачатуряну, где он тоже терпеливо и подробно пытается объяснить, что такое его приезд. И очень многие композиторы, вот и сейчас только приезжают, скажем, в студии новой музыки, хорошо наладила обмен творческими идеями, композиторы со всей Европы, из Америки, из Канады приезжают и показывают свои сочинения, устраивают мастер-классы, и естественно, что наши члены правления Союза композиторов, они привыкли, потому что вот они раз созвонились, композитор был приехал, но каких-то может исполнителей привез, если не привез, то посидел на репетициях и так далее, а просто не понимали люди, что со Штокхаузеном не так все просто, потому что для того, чтобы ему приехать, ему нужно взять минимум с собой 12 исполнителей, только солистов, и примерно столько же бригада монтировщиков техники, аппаратуры, то есть где-то почти полроты пехотной в количестве этих человек, и такая тяжелая артиллерия с аппаратурой, где минимум 2 тонны только той аппаратуры, которую везет из Германии, надеюсь, что другая аппаратура, такие как микрофоны, усилители, потом прожекторы, аппаратуры для освещения, что это будет со стороны России, что иначе ему пришлось бы еще в бой больше везти, не 2 тонны, а 4 тонны. То есть целый десант ему надо было с собой привести, чтобы подготовить, более того, подготовить нужно один зал, и в этом зале давать разные концерты, причем каждый день, и каждый день разные программы. Естественно, для многих из наших это было неожиданно, что они привыкли, что он позвонил, человек обрадовался, а, вставлюсь, а, договорились с фондами, оплачивать, он приехал, и выучили, и собирали, и все. У меня были такие случаи. Я приглашал интересный был один композитор из Восточной Германии, и я знаю, как это было с Союзом Композитором. Они приехали, да, они заранее прислали ноты своих каменных сочинений, например, такая была альтовая соната, мною или Шуброва. Вот он прислал ноты заранее, где-то за 2 месяца. И они приехали, надеюсь попасть на репетиции, но их на репетиции не приглашали, им устраивали экскурсии, они на репетиции так и не попали. А что значит, вы знаете, что очень многие, особенно немецкие, современные композиторы, у них индивидуальная нотация, у них своя система, они должны обязательно исполнителю все объяснить, как это должно звучать, просто ремарками тут не обойдешься. Вот так вот, ни на одну репетицию не позвали, и у меня такое впечатление, что она альтистка, я не буду называть ее по-моему, что она просто играла с листа. И он, конечно, он выходил на аплодисменты, но потом он пожаловался, что он вообще-то не узнал своей музыки, это была совсем другая музыка, и понятно, беспокойтесь, что кау. Вот об этом очень многие его письма. Самое интересное в письмах, это когда уже после приезда, в таком приподнанном настроении, а приподнанном, что Гаузен отвечает на ее вопросы. И постоянно, ну, как у нас принято, у нас же, мы композиторы часто расспрашиваем, каково его, в общем, такой его духовный богат, чем он вдохновлялся, кто из древних или средневековых авторов, кто его вдохновлял из философов, из поэтов. И поэтому он неудоблен, так спрашивает недолго, он говорит, а что вы имеете в виду, почему меня спрашивают про Готфрида Бенна, самый знаменитый поэт западно-германский, 20-й век. У меня в понедельнике в опере света никаких текстов Готфрида Бенна нет, там только мои тексты. Вообще у меня вся, вся анекдология, там только мои тексты. В общем, всячески пытается ее изучать. Вот, да, маэстро Экфорта, я когда-то читал, давно еще в юности, но никакого влияния он на меня не оказал. Еще как бы вот автор говорит, никакого влияния он на меня не оказал. В общем, короче говоря, он Штокхаузен, он такая фигура, так и понимаете, он сам как бы вещь в себе. Он страшно боялся, что на него кто-то оказывал влияние, но не тот сам по себе, он, естественно, уникален. Вот, ну, конечно, что главное были другие друзья в России, это переводчик филолог Кузнецов, очень известный он, известный его переводами, фрагментов, что попал. И, конечно, наш педагог, музыкалед, с капельными медицинами на специализации, Михаил Трофимович Простняков, он тоже его неоднократно здесь упоминает. Вот, я надеюсь, что вот все эти письма, которые видели, в этом больше большинство, и я в эту сборницу просто напрягую. У Штокхаузена прекрасный, ясный почерк. Причем у него почерк такой же, как вот он говорит, он говорит тоже очень ясно, вот это рейнландское произношение, очень красивое, ясный вообще человек, он, как все рейнландцы, очень приветливый, добрый и такой хороший, добрый семьянин. Он приезжает со всеми его детьми многочисленными, как вы помните, или вы уже видели где-то на видео, что все там и Михаэль, и Маэлла, и Маркус, они все активно принимают участие в его концертах и мастер-классах, ведь кроме гастролей, как известно, что Хаусен неоднократно по нескольку раз в год устраивал вот эти семинары, мастер-классы, минимум одна неделя, а то и больше. Всегда вот такие вот запишем, они все объявляются, все приезжают заранее, заказывают люди себе право участвовать или покупают право участвовать в этих мастер-классах, то есть мастер-классы для исполнителей, как играть его музыку. И естественно, в апреле 1995 года я был у него в гостях в этой самой деревне Экипёртен, поскольку я тоже жил под Кёльном, недалеко от этой деревни, я им, в общем, написал. Однажды он меня пригласил к себе, значит, мы там ужинали кипером, Карл Хайтс, Шток Хаусен, я и, значит, его супруг, ну, так сказать, все обе супруги, значит, Сузанну Штефенс и котинка Пацфея. Все было очень по-домашнему, он, значит, повторил, такое впечатление, что я уже тысячу раз в него привел, значит, настолько все... Он человек такой уютный, с ним так легко, потому что кажется, что его очень много лет знал, спокойно, и он тихо жаловался, показывал мне письма от нашего тогдашнего ректора Михаила Алексеевича Овченникова, показывал, что он вот что-то письмо, он говорит, я понимаю, что раз он написал такое письмо, значит, ничего не готово, никакого приезда у него второго не будет. Ну, письмо было такое, что-то они много готовились, что-то такое было, уже объясняют, какие концерты, в каких залах консерватории, и вдруг, чуть ли не за три недели, уже до предполагаемого приезда Суркалсена, вдруг письмо от нашего тогдашнего ректора, о том, что, вы знаете, что, вот у нас дело в том, что у нас загвоздка, у нас, в общем-то, не хватает средств, чтобы оплатить там то, все и гостиницы, не могли бы вы найти какие-то, какие-то фонды, каких-то спонсоров, знаете, каких-то за месяц, когда у немцев за год-полтора все заранее все это делается, находится в сутки. Он говорит, понятно, что он не готов, и он не будет принимать, он показывал, и так, значит, спокойно. Да, еще, конечно, как всегда, он всех, кто приезжает, он щедро, щедро одаривает своими дисками, в общем, переигрывает все диски, которые с собой, но я, понятно, что мне надо, хоть и не самолетом, а поездом, но все равно все увезти, невозможно, и это дело тяжелое. Я говорю, давайте я выиграю, в общем-то себе для лекций, для того, чтобы студентам показывать, давайте я выиграю диски. И он мне дал каталог этого издания дисков, и я, если бы посмотрели, как внимательно он за мной следил, то есть я ставил галочки, то есть ему было интересно, что представители Московской консерватории, что он выбрал для себя, какие он ничего, сам ничего не говорил, что вот лучше всего вот это, показательность вот это, ни слова не сказал, потому что вот только молча за мной следил, как я, и потом он ничего из этого не поменял. Ну, и, конечно, книги, свои тексты, потом беседы с ним разных специалистов, там монографы, там Блюнградера и так далее, различные монографы, которые о нем выходили, он тоже, естественно, присылал, сзар, 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 это уже покоечное, как раз, пришло, а диски вот так пришлось с собой вести, ну, тоже достаточно радушно все, да, причем мы с ним и беседовали, кое-что здесь я спрашивал, он говорил о том, что он не ожидал, что его так тепло примут, что не везде его так принимают с таким теплом, с такими овациями, с такими переполненными заливами, и что явно было, что он очень хотел опять приехать, он перечислял свои контакты, он рассказывал, как Юдина ему писала, несколько раз письма, он там с таким гордостью, говорю, Юдина, да, Юдина, да, Юдина, да, с такой гордостью, и говорил, тоже показывал, что контакты у него есть, что, ну, давайте мы, давайте мы приедем, приглашать. Ну, я приведу в пример вот такой стиль его писем, ну, например, я постараюсь их практически всем публиковать, они очень легко расшифровываются, там все ясно, ясно позже, как-то не написано, в заключении я, значит, прочту, например, письмо от 12 декабря 1987 года, значит, Марине, спасибо за ваше письмо от 5 декабря, от союза композиторов я ничего пока не получал, вчера пришла телеграмма от некого-либо господина Чайковского, сколько-то слетят его знак, он пока еще не знал, стоит такой, иметь, он уже был Александр Владимирович, чтобы мне в мае приехать в Ленинград, но, к сожалению, обратный адрес не был указан. В мае я не могу приехать вообще, хотят сыграть мой зодиал, жаль, что начинают именно с такого произведения. Тир Крайсус, то есть зодиал, значит, сначала ведь надо прочувствовать в контексте, если нам нужно сыграть весь Сириус, все вместе и так далее. Скажите, пожалуйста, господину Зодиалскому, что я ничего не знаю о днях культуры федеративной республики Германии. Как вижу, Любимов уже неоднократно играет моей плавир-штюре, плавирной пьесы с первой по восьмой. Он действительно хороший пианист? У него там по-немецки звучат «Истер нох эй гута пианист?» И все. Жаль, что нельзя пригласить Майелу, что как-то для его дочи, чтобы она собирала плавирный пьес номер девять, номер двенадцать, номер тринадцать и номер четырнадцать. Ведь Соколов не знает, наверное, это речь идет об Александре Сергеевичу Соколову, а кто бы он неоднократно дальше присылает, еще и добавляет своему письмо, письмо Мюллера Хойзера, а он был, возглавлял музыкальный совет Германии, Мюллера Хойзера, он общался со многими представителями и консерваторией из-за композитора. Вполне возможно, что это был Александр Сергеевич, не знаю. Он говорит, ведь Соколов не знает, как именно надо играть пьесу номер тринадцать. Момер тринадцать, но подчеркнул дремя о чем не мог бы он по меньшей мере хоть пару дней с Майевой поработать. Вот жалко, что нельзя ее пригласить. Она живет в Берлине. В самих нотах этих пьес, главе Штюкер, ведь заложен опыт исполнителей, которые со мной работали и репетировали. Я считаю неверным устраивать исполнение моих пьес без этой устной традиции. В Гале традиционном так и пишет. То есть он считает, что вообще без его контроля никаких его произведений исполнять нельзя. Вот даже планерный пьес, даже ранний планерный пьес. Вам нужно обязательно пригласить Майеву. или, например, в другом письме от 14 января он пишет «Три телеграммы 14 января 1988 года. Три телеграммы от Александра Череповского к сожалению ни к чему не привели. Все мы, вот солисты и я, никак не смогли бы приехать в Ленинград на 4 дня ради одного только отделения в концерте. Нам нужно два дня на проезд, один день на репетиции и на наладку всей технической аппаратуры, всего технического оснащения и один день, собственно, для концерта. если если уж нам приезжать в вашу страну впервые, то мы хотим играть так, как мы всегда везде играем. То есть с исполнением, с использованием нашей техники и нашей осветительной аппаратуры и играть, чтобы играть ряд разных программ в одном и том же зале. Так, например, мы будем в течение вот этого 88-го года играть в Кёрли 4 концерта в одном зале, потом в Амстердаме 3 концерта, в Рио-де-Жанейро 7 концертов, в Зальцбурге 7 концертов, во Франкфурте 4 концерта, в Париже 11 концертов, в Гютерсклот 3 концерта и в Лондоне 4 концерта, это все в один год, не считая семинаров и мастер-классов. Ну, и, наконец, может, еще один отрывок, это письмо от 26 мая 1989 года, в частности, он пишет, вот в нашей стране, я буду сходом переводить эти антенны, он пишет в нашей стране, бюрократия точно так же настроена против меня и моих произведений, как ваше у вас на протяжении 40 лет, у вас и других социалистических странах. и вы не забывайте о том, что я так же вот сейчас в Западной Германии никаких исполнений своей музыки не имею. То есть, я имею только то, что сам организовываю и сам оплачиваю с помощью частных фондов. Ничего и профессор Дебелиус, который сейчас возглавляет в немецком музыкальном совете как раз вот отдел, который занимается программами и связями, музыкальными связями с Советским Союзом, вот, именно этот профессор Дебелиус, он как раз должен решать, что, значит, какие тексты со своими текстами о новой музыке и так далее, и со своими всякими речами, он должен, причем речами со своими высказываниями весьма глупыми и подлыми о штокгаузене, он должен как раз решать, что вести в Советский Союз в разных различных совместных программах. Естественно, что он меня никогда не включит в эти правительственные программы по обмену и так далее. Здесь, конечно, понимаете, довольно-таки откровенный, он также благодарит Марию Четлыгину за текстуру, свою статью, которая, на немецкий язык для публикации, он делает просто небольшие замечания, он, к примеру, говорит, что вот Кроицкий основан на одном ряде 12-тоновом, и только он его комбинации с ним, только на них все и построено. В общем, на что-то даже разложает. И так далее. Это, я думаю, тоже очень интересно. А сейчас я просто перехожу, собственно, самому акту одарения. Вот у меня тут есть опись этих материалов, я постарался это достаточно грамотно выразить. Вот здесь указаны, пронумерованные, значит, все 17 писем, указаны даты, как правило, они все написаны в одном и том же листе, вот в этой же деревеньке Кюртон, иногда он этот Кюртон не указывает, но видно, что, короче говоря, они все именно там написаны. Вот здесь указаны, из скольких страниц все состоит, как полагается, указаны инциклы всех писем и даны примечания. Как здесь такая бумага, что бы, здесь я, моя подпись, а вот здесь, да, как полагается, да, вот извините, я, к сожалению, там все те письма, которые не на одной, там на двух листах, я просто скреплю, скреплю, я понимаю, что так делать нельзя, вы это раскрепите, положите в отдельный конверт, и все. Прошите, как бы, хотя бы, да, да, значит, здесь вот здесь все, они, кое-какие, здесь, с конвертами, вы это прекрасно все проверите, и только тогда мне напишите, да, расписку, что вот вы все получили, еще раз, все вы можете, Но поскольку здесь Олеся Явченко, еще раз, извините, вот, замечательно. Огромное спасибо, это подарок библиотеки, замечательный, и, конечно, безусловной ценности, это еще свидетельство в контакте, что в Галузне с Московской консерваторией, это уже фактически страница истории Московской консерватории, и вам огромное спасибо за то, что вы, в общем-то, не приоткрыли дверь в ваш личный архив, но еще и поделились материалами этого бесценного архива, что это очень знаменательное запомнение для нас. А я хотела бы еще сказать, что интересно, среди материалов Ирина Николаевича Холопова есть небольшое письмецо от Штанхалова, где он как раз спрашивает, как найти Марину Чеплыгину, чтобы связаться с ним, написать, возможно, это как-то предваряло вот это общение. А, ну, возможно. Это более 80-е годы? Нет, это более 80-е годы. А, более 80-е годы. Да, ну, кстати, этот год, когда я сидел и, так сказать, уже на Штанхалова, он по нашей общей договоренности он записывался в метафон. Да, эта запись, он сначала мне подарил вот такая сетка, она, так называемая на пленках, они там крутятся, но отцифрованы. Потом он запахватился, что, наверное, у меня нет такой прокуры. И они переписали на две кассеты просто такие. Я сегодня окну задорожную, она мне перепишет это все на диске, да, на сети, и я это, там тоже очень ясно говорить, я все эти наши договоры расшифрую. Да, у меня, раз вы принимаете эти подарки, я вот в фонд иконографический тоже хочу кое-что подарить вам через один день. Я понял, что Олеся Янкин занимается этим описывать, я прошу ее сюда подойти. вот здесь прокуратура занимается старыми фотографиями иконографическими материалами. Вот здесь у меня фотография профессора, эта фотография сделана, по-моему, где-то около 1910 года. Вот, это фирма Эйгенбаз. Это Александр Михайлович Додонов, профессор, учитель Собинова и других наших слушателей. Вокалистов это просто из нашего семейного архива такая нашлася фотография. Да, вот здесь еще фотография, это 50-е годы, это профессор Владислав Геннадьевич Соколов, профессор Харабик, а с ним Петр Петрович Васильев, это мой дядя. Он артист, певец, артист хора Свешникова. И, потому что это все тоже как бы вам подарок. соль и просто .